Слово Иоанна Златоуста о посте и милостыне. Прекрасен пост, прекрасно также и чтение Писаний, но прекрасно в том случае, когда за ним следует дело, так как если ты читаешь, а не делаешь, то чтение бывает тебе в осуждение и в повод к наказанию. Не слушатели закона говорится праведный пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Римляна 2 глава 13 стих. И опять Христос говорит, «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Иоанна 15, 22. «Блажен говорящий в уши слушателей, в особенности, когда не уплатят прибыль, а прибыль в послушании и исполнении заповедей Божьих». Так говорит Господь. «И я, придя, получил бы мое с прибылью». Матфея 25, 27. «Итак, что ты, брат, собрал при помощи поста? Ведь и земледелец сеет для того, чтобы сажать, и купец для того совершает путешествия в чужие края, чтобы собрать имущество, и кормчий для того проплывает много морей, чтобы наполнить корабль товарами. «Не говори мне, что я столь много дней постился, того и другого не съел, не пил вина, претерпел нечистоту. Но покажи мне, сделался ли ты кротким между тем, как был гневливым, и сделался ли человеколюбивым между тем, как до этого был жестоким. Потому что если ты упоен гневом, то зачем угнетаешь свою плоть? Если внутри зависть и корыстолюбие, то какая польза от питья воды? Теперь ищу не того, какова трапеза, но произошло ли изменение злого образа мыслей. «Если госпожа, то есть душа, прелюбодействует, то зачем бечуешь служанку, то есть чрево? Если душа притупляется, то зачем истощаешь тело? Говорю это, не обвиняя вас, но ради легкомысленных. Если бы я увидел, что вы высоко летите, то все-таки пожелал бы, чтобы вы взлетали еще выше. Такова тирания любви. И подобно тому, как серебролюбцы чем больше соберут золото, тем больше отыскивают, так и мы сильнее желаем вашего успеха. Итак, если хочешь быть принятым у Бога, то пастись, брат, как неневитяне. Те законы не получили, это те, о которых говорит Павел. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон. Римлянам 2.14 Поэтому не хвастайся, праздным постом. Один только пост не вводит на небо, если не имеет своей сестры милостыни. Потому что она соединена с ним. И между ними не только братские и тесные отношения, но милостына служит даже опорой поста. И откуда это известно? Ангел говорит Корнилью, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Деяния 10.4 Милостыня – крыло молитвы. Если не сделаешь молитвы крыла, то она не летит. А когда душа крыльна, то она быстро несется на небо. Доколе серебролюбие и желание имуществ. Все это, брат, уничтожается вместе с настоящей жизнью. Но ты, несомненно, скажешь мне. Говори это самому себе. И себе самому, брат, говорю. И вам. Потому что увещание касается всех. Слушая это и исправляясь, я получаю от вас благодеяние. И хотя бы тот, кто говорит, был раб, я принимаю совет. И хотя был бы он свободен, я с готовностью слушаю. Не различая лиц, но польза совета делает, что я принимаю то, что говорится. И если Моисей, столь великий муж, беседовавший с Богом, не погнушался совету тестя своего, хотя тот был варвар, но даже и он был принял их, и Бог подтвердил. Исход 18 глава, 24 стих. То во сколько раз более мы, не говорю тебе, сделайся неимущим, но и страть излишек на бедных, чтобы избыток твой сделался для тебя основанием спасения. Разве не видите на дороге бедных, многих бедных? Почему остаются они больными и нагими? Один очень молод, другой же очень стар. Один опирается на другого, и страдание их велико. Итак, дай сарабу, чтобы иметь должником Господа, для которого приятно бы быть должником, и который отдает капитал с лихвой. А лихва в отношении к внешним делам – это преступление, в отношении же к Богу похвала. Ты не даешь бедному? Обращай внимание на того, кто через него просит, и устыдись достоинства, присущего приемлющему. Бедняк получает, и Бог берет взаймы. По размысли, как не шел Господь твой ради того, чтобы склонить тебя, не быть жестоким и бесчеловечным. Вы видели меня алчущим и не напитали, жаждущим и не напоили, странником и не приняли, нагим и не одели. Матфея 25, 42, 43 и так далее. Итак, ты не даешь алчущему Христу, ты и бедный вместе, ты и бедный вместе получаете страпезы тела его, одинаково причащаетесь и чаще его. Он участвует с тобой в великих и страшных вещах, и ты не уделяешь ему малых? Разве то, что ты доставляешь ему твое? Ведь хотя бы ты получил от родителей, хотя бы от предков, это принадлежит Богу. Зачем зарываешь это в землю? Дай бедному, и Господь сохранит тебе. Это весьма надежно. Разве не видишь, что делает земледелец? Часто, по причине бедности, не имея семени, он отдает залог в свою одежду и получает то, что хочет, и веряет земле. Хотя бы часто наступала неблаготворность времен, и хотя бы он уходил, ничего не сжавши, но, однако, доверие земле, потому что надеется, и так, уже ли то, что делает земля, не может совершить Господь, подражает той вдове в Ветхом Завете, которая имела горсть муки в катке и немного масла в кувшине, так как этим она угостила пророка. Третья царствия, 17-12. Или той в Евангелии, которая, бросив две лепты, превзошла всех, потому что бросила все свое богатство. Лука 21, 2-3. Но что ты говоришь? Я беден и не имею денег? Не имеешь двух лет? Если и не имеешь, то Бог ищет избытка доброго образа мыслей. Поэтому Он говорил, если кто даст чашу холодной воды, не потеряет награды своей. Матфея 10, 42. Смотри, что Он говорит, холодной воды, не горячей, чтобы из затраты дров ты не лишился своей награды. И сколько золота не заставил бы заплатить тебя царь, ты, вешаемый, мучимый, пыточными веревками, даешь, что именно Он желает. Хотя бы ты был болен, но не обращаешь внимания на состоятельность лиц, но на свою собственную выгоду. Бог же поступает не так, но требует по силам каждого. Почему они бедны? Не потому, что Бог не мог не спаслать золотого дождя, но для того, чтобы бедность сделалась для тебя облегчением твоих прегрешений. Великая человек и драгоценная человек милосердный. Притча 26. Смотри, сколь велика милостыня Бог сравнивает сострадательного человека с самим собой. Итак, будьте милосердны, говорит Он, как и Отец ваш небесный. Милосерд. Лука 6, 36. Если придет смерть, то сокровища останутся здесь. Почему же не предпосылаешь их для себя самого туда, чтобы в тот день бедные оказались ходатаями за тебя там, где нет ни ритора, ни защитника? Вот бедные показывают свои одежды, повязки, уносят тебя из огня. Не так солнце, освещая лед, заставляет таять, как милостыня, столкнувшись со множеством грехов, истребляет их. А чтобы ты понял высоту милостыни, подумай, что соединено с большими трудами, чем девство? Ничто. Добродетели много, одни великие, другие большие, третьи меньшие. Но ничто не представляет большой трудности, чем девство. Оно борется с природой, эта война не имеет перемирия, это сражение, никогда не имеющее мира, разве только по милости Христовой. Дева стоит, собирая огонь против самой себя и не горя. Дева, стоя на уголях, не сгорает, находясь в пищи, не пылает орошаемого, как три отрока, состязаясь с невидимыми силами, подражает Михаилу и соперничает с Гавриилом. В раю было девство и погублено змеем. Поэтому в промежуточное время оно не являлось. А когда пришел рожденный одевый, Иисус Христос, Сын Божий, тогда оно явилось опять. Желаешь узнать высоту девства? Моисей разделил море, изменил воздух, низвел манну и злословие, и злословили на него из-за его собственной жены Эфиоплянки, за то, что он вступил с ней в брак. Число 12.1. И Авраам, и Исаак, и Аков, а также и Иосиф, хотя и целомудренный, однако после того вступил в брак. Желаешь понять, сколь велико в девствах? Христос, придя, не связал его необходимостью, возвеличив остальные добродетели, вместе с тем не возвеличил этой, для того, чтобы ты был увенчан в том случае, если будешь в ней преуспевать добровольно. подвязывающийся в воздержание и нищете, заботиться прежде всего о ней, ибо есть скопцы, которые родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали себя сами скопцами для Царства Небесного, отсекшихся не члены, но удалив от себя необузданную похоть. Кто может вместить, да вместит, говорит Господь, Матфея 19, 12. И апостол, исчислив все добродетели, зная глубину этой, говорит, относительно девства я не имею повеления Господня. 1 Коринфянам 7, 25. Ты видел, как велико девство, и однако без милостыни оно не спасло. Милостыня же без девства спасла. Пять иродивых дев, не имеющие елея, а только одно девство не вошли в брачный чертог. Они говорят мудрым, дайте нам вашего масла, Матфея 25, 8. Справедливо же они названы юродивыми, потому что, преуспев в более трудном, они не совершили того, что не требовало труда, не изложили великого противника и были побеждены малейшим и слабейшим. И когда пришел жених, то мудрые девы вошли в брачный чертог. Так же пришли и те, стуча, и он говорит им, не знаю вас, Матфея 25, 12. Почему? Потому что видели меня алчущим и не дали мне есть, Матфея 25, 42. Но да не будет, чтобы и мы услышали такой голос, преуспевшим же в милость и говорит, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, готово на вам от создания мира, Матфея 25, 34. Почему? Потому что соблюли девство никоим образом, но потому что алкал я и вы дали мне есть, жаждал и вы напоили меня, был странником и вы приняли меня, был наг и вы одели меня, был болен и в темнице и вы посетили меня, Матфея 25, 35, 36. А чтобы ты понял, что как, сколь велика милостыня, опять желаю напомнить вам эту историю, было десять дев, пять мудрых и пять уродивых, и был голос в полночь, встань, идет жених, полночь это воскресенье, когда ангелы пробудят всех нас, став же, девы, поправили светильники свои, Матфея 25, 7. А светильник это девство, в которое есть нечто чистое, пламенное, светлое, и уродивы говорят мудрым, дайте нам вашего масла, мудрые говорят им, боимся, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, Матфея 25, 8, 9, не из зависти не дали, потому что там каждая уже нужда в золоте, нет ни там ни богатого, ни богатого, ни бедного, но отправившись, купите, Матфея 25, 9, и кто продавцы бедные, ты больше получаешь, чем даешь, даешь ты ему земное, а получаешь небесное, и так, когда пришли они покупать, пришел жених, и готовы вошли с ним на брачный пир, и двери затворились, те же, придя, начали стучать, и он говорит им, не знаю вас, видишь, так как они милостыни не имели, то и потеряли труд девства, и остались вне брачного чертога, и так, поняв выгоду милостыни, будем братья творить ее, чтобы нам и попасть в брачный чертог, и насладиться вечными благами по благодати Господа нашего Иисуса Христа, с которым слава Отцу со святым и благим и же творящим Его Духом, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok